Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 3 июля, день Мефодия, назван в честь святого священномученика Мефодия и епископа Потарского. Угодник Божий Мефодий с юных лет, предавший себя на служение Господу, явился честным сосудом, принявшим Святой Дух. Боролся против распространения оригеновой ереси, просвещал язычников. Язычники отсекли ему мечом честную главу и перешел Святой Мефодий в лучшую жизнь, как жертва живая, принесенная Богу. Вначале служил Аганцу Божию, а потом сам был заклан, как Агнец. День называли по-разному, днем Мефодия и перепелятника, погода-указатель, паутинный день. На полях поспевал хлеб и появлялось большое количество перепелок. Если сегодня увидишь белого перепела, то это к счастью. А если его поймаешь, то всю жизнь будешь удачливым. Если сова сегодня садится на крышу дома, то вскоре в этом доме произойдет пожар. Приметы. Пошел дождь на Мефодии, и еще 40 дней лить будет. Муравьи собираются в небольшие кучки, ожидая грозы и ветра. Согласно воззрениям древних мудрецов, человек, рожденный в тот или иной день недели, обладает теми или иными качествами, которые связаны с каким-то металлом. Вы можете себя протестировать и решить, насколько это справедливо к вам. Понедельник. Это умный, красивый человек, но не счастливый. Металл – серебро. Вторник. Человеку сопутствует удача. Металл – железо. Среда. Человеку сопутствует любовь. Металл – золото, серебро. Четверг. У этого человека нелегкая победа. Олова. Пятница. Человек часто подвергается тревогам, заботам. Минерал – медь. Суббота. Как правило, это люди, путешественники. Минерал – свинец. Воскресенье. Рожденные в этот день пребывают в радостном, веселом настроении. Металл – золото. Вторые лунные сутки. Интересно отметить действия лунных суток на человека. То, что ранее расшивяла приливная волна, идет на спа, на сжатие. И в сознании человека это проявляется эмоциями жадности, привязанности к вещам. А если это не удовлетворяется, то появляется раздражение и злость. Противоядием против действия луны служит обратная щедрость. Что касается питания, то сегодня можно отбирать продукты, которые будете использовать в течение всего лунного цикла. Ведь вкус продукта – это энергетика. И если ее не хватает, то нам больше всего хочется продуктов с определенным вкусом. Этот день подходит для очищения лобных и гайморовых пазух. И вообще, в этот день следует что-то начинать. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok